По словам некоторых присутствующих, рассматривать вопрос, не заявленный в повестке – прямое нарушение регламента, ибо не все смогли заранее ознакомиться с планом застройки и понять, за что членам градсовета предложено поднять руки. Однако продолжительные пререкания не извинили ухода заседания. Члены градсовета приступили к обсуждению плана. Рассматриваемая территория в районе дачи Ковалевского немаленькая – более 87 гектаров. В основном ее занимает частный сектор с дачами и малоквартирными домами. Развивать данную зону разработчики предложили путем освобождаемых территорий. Речь о земле, находящейся на балансе Академии строительства и архитектуры. На той части, что числится под техническими и хозяйственными постройками, предложено построить жилье, в котором запланированы и квартиры для сотрудников вуза. Согласно ДПТ, здесь появится пять высоток, не более 16 этажей, общей вместимостью свыше 1100 квартир. Говорят, сюда смогут въехать более 3000 новоселов. По плану вырасти тут и детский сад со школой. После презентации плана у присутствующих возник вопрос, каким образом будет решена транспортная проблема. Ведь расширять улицы в этом ареале технически невозможно. Понадобился бы снос строений частного сектора. Интересовали собравшиеся и тем, кто же выступает инвестором проекта. Официально эту роль возьмет на себя сам вуз. Хотя его представители не уточнили, за какие средства проект будет осуществлен. Да и вряд ли у учебного заведения такие средства вообще есть. На даче Ковалевского, скорее всего, будет применена та же схема, что и в десятках других подобных случаев. Выступающий как бы инициатором строительства вуз получит до 10% от построенного жилья. А остальные квартиры будут проданы инвесторам. Внятных ответов на вопросы по поводу застройки дачи Ковалевского и решения транспортных проблем Таирова и Фонтана, которые неизбежно возникнут при столь масштабном строительстве, так и не последовало. Что не помешало членам градсовета все-таки проголосовать за данный план. Правда, с условием его доработки.